Да, поехали. Давайте я сначала представлюсь. Меня зовут Кирилл Чувилин. Я руковожу отделом развития поддержки разработчиков компонентов этой мобильной платформы. Мое отдел занимается тем, что помогает всем внешним разработчикам, иногда внутренним разработчикам с разработкой прикладного ПО. Мы проводим некоторые исследования, связанные с разработкой ПО, с технологиями, которые используются для разработки. Но также отвечаем за подготовку документации и учебные курсы в ВУЗах. Кроме того, я являюсь секундарным техническим током, ДОЦЕНДом 3. Ну и сегодня вам порассказываю по разработку программного обеспечения для нашей операционной системы. Кратко о чем поговорим и как вообще-то главное провести сегодняшнее мероприятие. Смотрите, у нас есть несколько основных пунктов. В первую очередь расскажу про iOS Aurora. Здесь я, быть может, местами повторю то, что несколько дней назад рассказывали мои коллеги, но они рассказывали все равно про маркетинговую часть. Я буду говорить в основном про технический аспект. Поговорю про API-библиотеки, про инструмент, который доступен для разработки. Ну и если у нас со временем будет все хорошо, то я немножко покажу, как все это же будет выглядеть. Ну, итого у нас здесь получается несколько частей. Давайте договоримся так. После каждой части я буду обращать внимание на чат, посмотрю, какие вопросы там есть и их прокомментирую. Поэтому, пожалуйста, если вопросы будут появляться, пишите их в чат. Я буду на них отвечать. Вот. Ну, а теперь предлагаю начать. И давайте начнем как раз с того, что поговорим, что же такое операционная система Aurora. Ну, в первую очередь, краткая сводка о том, что она из себя представляет. Да, то есть это операционная система, которая ориентирована на использование на смартфонах и планшетах, то есть на мобильных устройствах. Это сказывается на многом, сказывается в первую очередь на том, как выглядит интерфейс пользователя. То есть он ориентирован для управления сенсорного экрана. В основе операционной системы лежат библиотеки Ядро и Linux. То есть это такой полноценный Linux, только ориентированный на мобильные устройства. Поддерживаем мы сейчас архитектурой ARM и x86. Есть многозадачность полноценная, такая, как и на десктуре у вас в Linux. Ну, и давайте посмотрим, как такая операционная система появилась. Путь развития операционной системы, он очень важен, потому что здесь собраны технологии, которые были разработаны несколькими компаниями. В первую очередь расскажу про Майан. Это операционная система, которой Nokia занималась еще в 2006-2007 годах и эта система продолжалась где-то до 2011 года. Я думаю, что кто-то из вас помнит, кто-то из вас знает и даже, наверное, использовал многие устройства на Синдиане. Вот это была их такая мейнстримовая платформа, на которой они продавали большое количество разных устройств, но при этом параллельно они вели разработки продуктов на операционной системе Linux. Тогда устройства, такие назывались не очень понятно как, сейчас, но мы, наверное, называли интернет-платшетами, вот, было несколько устройств, и сама операционная система называлась Майан. Несколько устройств были без телефонного модуля, но в 2009 году вышло устройство Nokia N900, которое предлагало телефонный модуль, по сути, это был такой уже полноценный коммуникатор. И все было бы хорошо, если бы Nokia не продавать в свое время Microsoft. Но перед этим предшествовал один важный этап. Nokia с Intel объединили свои наработки в 2010 году для того, чтобы создать операционную систему, которая могла бы покрыть весь спектр устройств. То есть не только мобильные устройства, которые были у Nokia, не только лэптопы, которые были у Intel с платформой Moblin. Они решили создать операционку широкого спектра значения, назвали ее MIGO, и вот разрабатывали как раз до 2011 года, когда все мобильное подразделение Nokia было куплено на Microsoft. Но здесь важно обратить внимание на еще один проект, который развивался сообществом. Проект назывался VR. VR. Это, скажем, даже не столько операционная система, сколько платформа, которая обладает полностью открытым исходным кодом, и которая была как раз ориентирована на то, чтобы построить инфраструктуру, позволяющую делать операционную систему для мобильных устройств. Она развивалась сообществом, тем не менее активно поддерживалась Nokia, и многие наработки Nokia, которые были сделаны для операционной UMA, мы переключевали. Так вот, а когда Nokia продалась Microsoft, конечно, Microsoft сильно застопорил все наработки, связанные с Linux, а ребята, которые были заинтересованы в продолжении и в развитии технологий, которыми занимались, ушли в отдельную компанию. Компания была названа Deola. По-фински, по сути, это означает спасательная шлюпка. От компании Deola ребят продолжили работу над технологиями, которыми занимались раньше, но под новым брендом назвали операционную систему SelfishOS. И достаточно успешно они стартовали, они позиционировали себя и как компания, которая занимается софтом, и как компания, которая занимается железкой. Они выпустили смартфон Deola Fond, который достаточно оперативно был раскуплен в Финляндии, ну и в ряде других соседних европейских стран. Но потом у них немножко все дело застопорилось, выручили их инвесторы из России. И, наверное, во многом благодаря этому получилось создать и нашу компанию. Наша компания называется «Кирпенобильная платформа». Была создана в 2016 году. Буквально сейчас компания исполняется 5 лет. В апреле она была основана. У нас появилась уникальная лицензия на развитие и использование SelfishOS. То есть, начиная с 2016 года, мы совместно с компанией Deola работаем над тем, чтобы эта система развивалась. Названа была операционная система у нас Selfish Mobile OS ROS. И под этим брендом мы жили примерно 3 года, до их пор, пока к нашим активностям не подключился Ростелеком. Это случилось в 2019 году. Тогда произошел рембрейдинг. Операционная система стала называться «Аврора». И с тех пор мы развиваем ее, ориентируясь на корпоративный и государственный рынок у нас в стране. Тем не менее, важно понять, что вот эти все технологии, которые были заложены разными компаниями, в той или иной степени используются как для работы самой операционной системы, так и для разработки приложений. Ну и поговорим как раз про те особенности, которые вызваны этими технологиями. То есть, еще раз, у нас с вами есть полноценный Linux, только на обыденных устройствах. То есть, наша операционная система – это посексонная система операционной системы. Ну, например, в отличие от андроида. То есть, в андроиде говорят сейчас, что андроид – это линукс, но что там от линукс? На самом деле, только ядро. Наверх ядра есть собственная реализация стандарта библиотеки Акси, и там окружение, которое бионик называется, оно не является посексонной системой. То есть, как бы, ядро линукса, а дальше уже что-то свое. У нас полноценный Linux. На устройствах, которые поставляются для разработчиков, есть отдельный режим разработчиков, который предлагает команды, интеллиты, привычные людям, которые разрабатывают или пользуются Linux, то есть, они скипаж, имминал для доступа к вашу, SSH и многое другое, что привычно видеть на десктопных реализаторах Linux. Для самодействия приложения используется DeBus, это тоже стандартный интерфейс, стандартная шина, которая позволяет осуществлять коммуникации между разными процессорами. Что наложило, что внесло свой вклад в технологии разработки, это, в первую очередь, Nokia, которая в свое время купила FreeWord Q. Про Q я поговорю сегодня подробнее немножко попозже, но важно знать, что Nokia очень сильно подняла этот FreeWord для разработки мобильных приложений, и у нас он используется как основной FreeWord для разработки мобильных приложений. Соответственно, он предлагает разработку на двух основных языках, в связи с языком, и про них о том, как мы поговорим. Ну, как язык разработки, давайте оттолкаться до того, что приложение пишется на C++. DeBus API, это отдельный API, который посредством DeBus можно использовать для взаимодействия с системными службами или с людьми приложениями, но также есть библиотеки, которые предполагают сами операционные системы. Важно учитывать вот что. Я уже говорил, что мы ориентируемся, в первую очередь, на корпоративный и государственный рынкинг, поэтому есть отдельная версия операционной системы, которая проходит сертификацией, СТ, ФСБ. Она обладает повышенными механизмами, механизмами повышенной защиты информации, соответственно, там делать можно немножко поменьше всего. Есть инструменты, которые проверяют ПО, соответственно, ПО нужно подписывать, то есть каждый разработчик получает свой сертификат для того, чтобы подписать ПО, чтобы можно было идентифицировать, кто его произвел. Также у компаний, которые используют операционные системы, тоже есть свой сертификат, они им подписывают для того, чтобы на устройство можно было устанавливать это проверенное приложение. Кроме того, есть ограничения на использование API-библиотек, которые можно применять, и это тоже важно учитывать, если говорим о разработке прикладного программного обеспечения с целью использования сертифицированной версии. В качестве пакетов, которые позволяют распространять ПО, используется система RTM, такая же, как RedHat, например, Fedora. Она позволяет как включать в пакет все необходимые библиотеки ресурсов, так и указывать в пакете зависимости от каких-то других пакетов, кого этот пакет зависит. Ну, кроме того, пакет содержит попись, как разработчиков, так и заказчиков компании, которые используют операционную систему. Ну и, кроме того, пакет проходит валидацию, при установке сертифицированной версии, для того, чтобы проверить, что с собой ничего лишнего не несет, ничего лишнего не использует. Еще один шаг, на котором я хотел остановиться, это про то, на каких же устройствах работает операционная система. Ну, в прошлый раз, когда мои коллеги рассказывали про официально поддерживаемого устройства, ну, они показали ряд устройств, с которыми мы работаем, для которых, с которыми мы работаем на рынке, которые предлагаем заказчикам, но, тем не менее, важно здесь уже рассказать, что операционная система работает не только на этот устройств, который мы поддерживаем официально. Есть замечательная библиотека LibHybrid. Это библиотека, которая позволяет использовать из POSIX окружения, то есть, например, из нашей операционной системы, те команды, которые предназначены для библиотеки, например, для Android. И благодаря этой библиотеке получается запускать операционную систему на целом наборе разных устройств, которые изначально были сделаны для Android. Вот здесь есть ссылочка, по которой можно посмотреть статус паркирования, посмотреть, какие устройства подержатся. Там много разных устройств. Sony, Samsung, Huawei. Хочу обратить внимание на одно устройство, называется PinePhone. Это такой телефончик, который делают в Китае. Он обладает открытой железной платформой. И вот благодаря нашей компании на этом устройстве успешно работает Aurora. Ну, немножко о том, как все это устроено с архитектурной точки зрения, то есть, как все это работает. Про GitHub я уже рассказал, который позволяет работать на Android устройстве. Ну, тем не менее, что же там поверх этого есть. Ну, сначала все это вниз спустимся. То есть, архитектура стандартная, трехуровневая. На базовом уровне находится прошивка и компоненты, которые зависят от железки. Ну, соответственно, там то, что непосредственно для плат предназначено и уровень абстракции. И также ядро операционной системы тоже находится на базовом уровне. На уровне, который повыше, уровень связующего ПО называется, там живут. Ну, во-первых, по сути, MER, это вот та платформа, про которую я говорил, когда рассказывал про историю развития Авроры. То есть, очень многие наработки измер, они активно используются у нас. Окружение Qt также живет на уровне связующего ПО и предоставляет API как для работы различных системных компонентов, так и для использования в стороннем ПО. Ну, другие связующие библиотеки, сервисы тоже живут на промежуточном уровне. На верхнем уровне находится подсистема Lipstick, это подсистема, которая управляет всем интерфейсом пользователя, то есть и экранами операционной системы, и отвечает за управление жестами, отвечает за уведомления, отвечает за внешний вид. Кроме того, на этом уровне также находятся приложения. Так, поговорим теперь про API и библиотеки. Ну, собственно, что можно использовать для разработки приложений. Во-первых, о том, как устроены приложения с интерфейсом пользователя. Стандартный подход, он выглядит следующим образом. Разделяется интерфейс пользователя и реализация логики приложения. Она причем разделяется как с точки зрения удобства переносимости логики между различными итерационными системами, различными устройствами, так и с точки зрения технологий, которые используются. Потому что для реализации интерфейса пользователя мы предлагаем использовать язык QML. Это технология QML. Он достаточно простой, я про него сегодня поговорю и даже постараюсь показать. Он, ну, помимо компонентов, которые позволяют строить интерфейс пользователя, он также предлагает некоторые API, которыми можно пользоваться. Например, он позволяет получить координаты, он позволяет отрисовывать карты. Вот это все есть из коробки. Но если вам понадобится какой-то расширенный API или понадобится что-то самостоятельно реализовать, вы можете использовать C++ для этого. C++ позволяет получать доступ к обширным набору API, ином, что можно использовать. Можно использовать и сторонние библиотеки, в том числе, если вы понесете со своим пакетом или те, которые есть уже в поставке Авроры. Также, если у вас есть какие-то тяжелые вычисления или хочется достаточно продуктивно управлять многопоточностью, то это тоже на гиблиотной странице все-таки намного более производительнее. С чем вообще можно работать, когда мы говорим о разработке. Ну, как я уже сказал, клют как основной френдборг у нас используется. Соответственно, он предлагает довольно большой API, про него чуть позже поговорю. Для интерфейса пользователя предоставляются компоненты Silica. Это набор компонентов, которые позволяют оформлять приложение так, чтобы они выглядели нативно в Авроры. Кроме того, кроме клюта, есть также системные библиотеки, которые поставляются операционной системой. Есть библиотеки, которые можно связать с собой. Ну, и дебас API, про которые я уже тоже немножко говорил. Это способ взаимодействия с тем, какие сервисы есть. И другие приложения есть в операционной системе. Опять же, как я уже раньше говорил, сертифицированные версии OS можно использовать не прям совсем все, что попало. Но есть некоторые ограничения. Список того, что можно использовать, доступен по этой ссылке. Но презентацию это я постараюсь сделать вам доступно. Здесь все ссылки на кабель, если где-то интересно, можно будет посмотреть. О фреймворке Pute поговорим. Напомню, что фреймворк в свое время приобретала Nokia. Nokia ее приобретала у компании Digi, это тоже феймская компания. Изначально фреймворк развивался с компанией Trolltech. И был нацелен на то, чтобы создавать приложения кроссплатформенные под различные операционные системы. Тогда у Trolltech стояла задача разработать приложения под Windows и какую-то из реализации Windows. Я сейчас не помню, какой. Вот, то есть изначально это фреймворк, который заточен под созданием кроссплатформенных приложений. Ну, важно понимать, что сейчас он поддерживает не только ПК, он поддерживает и все мобильные платформы. Ну, все, в том смысле, что он работает и на Android, и на iOS, и на Android. Он использует основные. Поддерживает страиваемые системы, он достаточно обширен. Бонус в том, что по сравнению с JavaScript с креморками или креморками, которые используют промежуточные машины с байт-кодом, он очень производительен. Потому что логика основная, ну, пишется на клецах. Это, например, на клецах, который очень быстро работал. Собществу разработчиков более полутора миллионов. Это очень известный фреймворк. Ну, например, KDE написано на клецах. И беспополный клиент Telegram написано на клецах. Для VirtualBox интерфейс написано на клецах. Ну, много есть других приложений, которые используют KDE, как фреймворк для реализации исток или подмобильного устройства. Нужно здесь поговорить о лицензиях, потому что это тоже важный момент. Какие лицензии есть на клецах и вообще можно ли его использовать, например, для разработки проприятарного пола. Краткий ответ – да, но здесь нужно всегда поговорить о подробностях. Во-первых, у KDE есть коммерческая лицензия. То есть, если вы купили KDE для разработки, вы можете с ним делать почти все, что угодно. То есть, компилировать его статически, пересобирать его под свои нужды, вносить модификации. Все это можно делать. Кроме того, есть стандартная поставка большинства компонентов KDE. Она подъясняет лицензию LGPL. То есть, в LSA-GPL она позволяет использовать бесплатно KDE в своих приложениях, даже проприятарных, если вы линкуете его динамически. Есть некоторые особенности, связанные с версией LGPL. Ну, например, начиная с версии 5.7, там LGPL V3 используется, добавляет еще несколько требований, связанных с стерилизацией. Я про это сейчас подробно говорить не буду, но это, например, ограничивает нас, такими операционной системой, в использовании LGPL V3. Ну, часть компонентов не так доступны по лицензии GPL. Здесь вот, что называется, вы не открутитесь. Если вы начинаете что-то использовать по лицензии GPL, то вам приходится свой приложение также распространить по лицензии. То есть, открывать его исходный код по запросу, предоставлять. Ну, в принципе, для разработки практически всего, что нужно, достаточно LGPL V3 лицензии. То есть, вы можете писать даже проприятарные по ООН, просто клинические универсии GPL. Ну, кроме того, там QPL предлагает также кодиллическую лицензию, как раз ориентированную на образовательную очередь. Здесь просто большая табличка с разными модулями QPL. Ну, если так бегло посмотреть, можно заметить, что он покрывает прям очень много разных аспектов, как взаимодействия с устройством, так и различные выруки GPL для обработки данных. Я хочу выделить просто несколько вещей, которые завязаны на разработку под мобильное устройство. То есть, это из компонентов, которые позволяют делать интерфейс пользователя, работать с фановой системой, с базами данных. И вот, что конкретно к мобильному устройству относится, это работать со всякими датчиками. То есть, где локации, акселерометром, магнитометром, другими датчиками, датчиками расстояния, освещенности и прочим. Также QPL предлагает API для работы с сетью, с другими средствами связи, с Bluetooth, например. С накопоточностью тоже упрощают работу, предоставляют соответствующие классы. Ну, и это важная, большая часть, что-то посвящена работе с мультимедиа. Это воспроизведение и запись мультимедиа, в том числе работа с камерами. Вот, на что хочется обратить внимание, на то, что QPL, он использует C++ компилятор, например, и предоставляет такую штуку, которая называется мета-объектный компилятор. Это промежуточный этап, который готовит исходники на ключ компиляции. Это позволяет добавлять несколько дополнительных конструкций в синтаксис C++. Здесь можно сравнить объявление стандартных классов в C++ слева и в X справа. Можно увидеть, что появляется несколько вещей. То есть, например, макрос-кл-объект, который добавляет при компиляции много важной информации в классы. Нет информации, позволяющей получать информацию об объектах, кто позволяющий связывать эти объекты с другими, в том числе заводить различные свойства. Появляется конструкция слоты. Слоты – это такие методы, которые можно привязывать к сигналам. Об этом я буквально на следующей стадии поговорю. Ну, и, собственно, сигналы. Это такие как бы методы, только без реализации. Их можно привязывать к другим сигналам или к слотам. И тогда, если вы вызовете сигнал в каком-то классе, ну, сигнал, на самом деле, говорит, не вызывается, а испускается сигнал. Вот если испускается сигнал к этим объектам, то все, что привязано к этому сигналу, будет также вызвано. Ну, и, собственно, о концепции сигналов и слотов. Это такая концепция, которая существенно упрощает обработку разных событий. То есть у вас объекты могут обладать сигналами. Они сигналы могут испускать, и все, что привязано к этим сигналам, будет обработано. Соответственно, к сигналам можно привязывать как другие сигналы, когда они тоже будут использованы, так и слоты. Это методы, которые будут вызваны, если они привязаны к сигналам. Ну, слоты можно вызвать так же, как обычные методы, но обычно они, ну, необычные, а зачастую они используются для того, чтобы привязать к сигналам. В чем здесь есть ряд интересных бонусов? О том, что это может жить не только в одном потоке, он может жить и в разных потоках. То есть объект, который испускает сигнал, может жить в одном потоке, а привязанные к нему сигналы и слоты могут жить в другом потоке, и они тоже будут выполнены. Причем вот весь этот механизм связывания между двумя потоками, он будет совершенно прозрачен для разработчиков. Он реализуется поверх очереди событий, там происходит. Весь механизм связан с созданием событий, с пусками сигнала, обработкой этих событий. С точки зрения разработчиков, все происходит очень просто. Вы испустили сигнал, и все, что ему было привязано, оно происходит. Очень удобная концепция, которая была, в первую очередь, как раз в клипе реализована, потом похожие вещи появились, несколько других приморок, например, Boost, что-то похожее реализует. Рекомендую к использованию, мы все это пытаемся посмотреть, на что это влияет. Технология Quick. Это технология, которая была сделана специально для ускорения разработки интерфейс-пользователя. Предлагает язык разметки QML. Такой очень простой, интуитивно, почти всегда понятный язык разработки. Он чем-то похож на смесь, не знаю, CSS и Geals. Что здесь важно? Важно, что есть QML Engine. Это исполнитель всего QML Cora, который работает в интерфейс-пользовательной системе. Есть модули, которые поставляют QL, называется такой модуль QL, здесь слева показано, как он импортируется. Есть набор компонентов Silica, которые поставляют уже Aurora, для того, чтобы реализовывать интерфейс в пользу для собирателей скандартных компонентов. То есть, есть сторонние компоненты, они в поверхности реализуются, можно делать свои, можно делать много интересных с них приложений. Есть еще системные библиотечки, которые можно использовать для того, чтобы более тесно взаимодействовать с операционной системой непосредственно, с разными полуцентрационной системы. Ну, например, работать с уведомлениями, с пушами, с криптографией, да и многим другим. Ну, и немножко подробнее по дебазу. Так, ребят, у кого-то микрофон включен, я теперь попросту отключить, потому что шумит. 5 секунд. Микрофончик, отключите, пожалуйста. Все, замените, спасибо. Так, давайте продолжим. Дебаз. Ну, это тот механизм, о котором я уже говорил, который позволяет реализовать межпроцессные рома действий. То есть вот мы, как разработчики приложений, если там что-то по длине сделали, вы наверняка знаете, что есть много способов наладить коммуникации между процессами. Вот можете через сигнал, например, общаться, через пайп, можете там сетевое взаимодействие организовать. Но в каждом из случаев вам приходится придумать какой-то свой, там, собственный протокол для того, чтобы передавать данные. Считать байки, что все не дошло, все не дошло. Вот дебаз – это стандартный VUX-подход, который унифицирует всю коммуникацию, ну и позволяет обмениваться следующими сущностями. Передавать данные, получать данные, отправить какие-то команды, службы и получать сигналы о том, что что-то произошло. То есть на самом деле очень похоже на VUX, в том плане, что есть сигналы, которые можно подписывать, что происходит, есть команды, которые можно вызывать, ну и есть свойства, которые можно получать. Реализуется такой механизм с помощью DEMON, соответственно, для работы системной службы, то есть системный DEMON, для взаимодействия с приложениями, используя службы, которая работает на стороне пользователя. Что там происходит для того, чтобы зарегистрировать дебаз, ну, там нужно указать несколько вещей. Во-первых, шина. Шина бывает системная или сессионная. Системная шина используется как раз для того, чтобы системные службы они не обрабатывали. Ну и общались между собой или обрабатывали запросы от приложений, которые можно обращаться к системной шине. Не всем можно, но по тех, которым можно, они обрабатывают запросы. Сессионная шина, она предназначена как раз для пользовательских приложений, на ней можно регистрироваться, обращать свои услуги. Служба – это уникальное имя на шине. То есть если вы хотите зарегистрировать свою службу, а так можно, можно ее назвать уникальным образом. Путь – это, ну, такой идентификатор, он выглядит действительно как адрес в файловой системе, идентификатор, ну, условно, объекта. То есть когда есть у вас объект, у которого есть разные методы, вот, указывается к нему путь, который предоставляется вашей службе. То есть для того, чтобы подключиться к вашей службе, нужно указать службу, нужно указать путь и еще интерфейс. Чем обусловится интерфейс? Ну, условно говоря, там у вас произошла, случилась новая версия вашего приложения или вашего сервиса, которая как-то изменила API. Вы можете предоставлять два интерфейса. Интерфейс для старой версии, интерфейс для новой версии. То есть, пользователи могли бы выбрать, как он подключился. Вот если указать вот это все, шину службы путь интерфейс, вы можете зарегистрировать свою службу. Можете предоставлять его другим приложением. Или, если указать это, можете подключиться к другим устройствам. И использовать ее методы подписывания сигнала к учебу. Дальше поговорим о том, какие инструменты используются для разработки. Ну и потом посмотрим, как все это нужно. Во-первых, Aurora SDK. Это тот SDK, тот набор инструментов и разработчиков, который мы предоставляем для разработки стороннего ООО. IDE он себя включает. IDE основан на Kit Creator. Kit Creator это IDE, которая разрабатывается от Kit Company как раз для разработки. Среда сборки это набор инструментов, компиляторы, отчики, ключей. Вот все, что нужно для сборки приложений. Всегда сборки поставляются в двух вариациях. Это либо образ Kavito Box, либо Docker Container. Почему это делается так? Почему это не поставляется как-то там, вывораченное наружу? Ну, потому что из детей поставляется для всех трех основных операционных систем. Это Windows, Linux и Mac OS. И нам очень хотелось бы, чтобы инструменты одинаково работали везде. Поэтому они запакованы в такой контейнер, в котором, по сути, живет Linux в окружении и одинаково обрабатывает, независимо от основной операционной системы, все запросы разборки. Кроме того, в состав SDK входит эмулятор с образом операционной системы. Эмулятор это образ для VirtualBox. Он под x86, но, тем не менее, почти полноценный сборка операционной системы. SDK позволяет подключаться к внешним устройствам. То есть вы можете из SDK разрабатывать и распространять приложения к мобильным устройствам. Кроме того, есть валидатор. Валидатор – это инструмент, аналогичный тому, который используется на сертифицированной версии OS для проверки корректности установочных пакетов. То есть перед тем, как распространять, что это сертифицированная версия OS, вы можете для себя это проверку на камеру сделать и посмотреть, все ли корректно. Также инструменты для подписи пакетов есть. Я уже говорил, что есть подпись разработчика, который начинает сражать все свои пакеты. Чтобы подписать, инструменты есть в составе SDK. Также, конечно, есть документации, примеры, которые в составе SDK. Какие есть особенности, связанные с установкой SDK? То есть, во-первых, нужно активировать аппаратную виртуализацию. В DILOS, напомню, что, по крайней мере, эмулятор использует VirtualBox для того, чтобы VirtualBox работает эффективно и неплохо бы виртуализацию включить аппаратом. Ну, VirtualBox понадобится, поэтому его нужно будет установить. Есть дополнительная зависимость под Windows. Вам понадобится какая-то штука, которая умеет работать с SSH. Например, поставить гид к себе. Затем скачать установщик SDK. Он есть под разные операционные системы в двух вариациях. Это онлайн установщик или офлайн установщик. Онлайн установщик, соответственно, при процессе установки закачать все необходимые пакеты. Онлайн установщик все это содержит в себе. Оно не весит, соответственно, уже побольше, чем больше, не добавит. А дальше важно указать несколько путей в процессе установки. То есть, во-первых, куда будут установлены SDK. Во-вторых, где будут храниться ваши проекты, с которыми SDK будет работать. Ну, я напомню, что инструменты сборки, они запакованы в контейнер, поэтому важно указать этот путь. В контейнере доступна не вся хостовая халовая система, а вот будут проброшены у него только указанные пути. То есть, по умолчанию пробрасывается домашняя директория пользователя. Ну, вот можно указать дополнительный путь в тех ранее проекты при установке. Если тебе это и нужно сделать, либо потом уже настройки путь. Ну, после установки запуститься и друзья, если там лучше оставить. Как происходит начало работы с проектом? Ну, здесь тоже довольно все типично. То есть, можно либо создать проект, либо открыть. Создать проект можно из базового шаблона. Есть несколько шаблонов в зависимости от того, какой тип проект вам нужен. Либо можно выбрать пример, когда у вас создастся проект уже из готового примера, который там содержит много реализованных национальностей. Ну, либо открыть какой-то существующий проект. Вот. Ну, напомню, что хайл проект должен распугаться либо в домашней директории, либо в директории, в которой указали производство. А какие типы проектов вообще есть? Ну, конечно же, есть приложение. То есть, можно собирать приложение. Приложение было двух типов. Это либо приложение полноценное, которое содержит и комельный код для интерфейс пользователей, каких-то API, и плюсовый код для на первой части. Но можно также писать приложение только на комель. В этом случае оно будет запущено стандартным инструментом. Плюсовая часть, если вам не нужна, так вполне можно сделать. Можно писать в библиотеке, как статические, так и динамические. Есть понятие проект с поддиректориями. Это, ну, по сути, такой сложный проект, который содержит в себе подпроекты. Например, если вам нужно отдельно собрать приложение, отдельно какую-нибудь зависимость умовник в библиотеке, он создает проект с поддиректорами. Есть возможность создавать тесты, но также есть возможность создавать атмосферы. Атмосфера — это, ну, скажем так, тема оформления устройства, но в немножко более широком смысле, в том, что не только цвета устройств подстраивают афоновые картинки, она также позволяет устраивать громкости, звуки и какие-то там действия в зависимости от производителя пользователя. Но проект атмосферы также может получить и создавать, и запаковывать. Из чего? Вот давайте я, на самом деле, вам прямо здесь сейчас небольшую делку сделаю о том, как все это выглядит. Давайте создадим новый проект. Вот он, SDK на основе креетера. Павел «Создать правильный проект». Ну, давайте вот так вот, еще быстрее нажать, да. То есть вот он предлагает выбрать тип проекта. Меня будет интересовать приложение, которое содержит как исходный код, так и QAMI, потому что они в каком-то сложные, да, он мне это скажет. Вот. Здесь предлагают выбрать, как назвать проект. Не знаю, не забыл. Вот. Здесь путь, где будет располагаться директория проекта. Вот я хочу указать, что именно этот путь я указал при установке SDK. Дальше мне предлагают выбрать информацию о проекте. Соответственно, здесь краткое название, здесь описание, версия. Ну, будет и комментироваться по методам запах проекта. Пускай начнем снять. Система сборка, которая будет использована. Ну, можем выбирать QMAKE или CMAKE. Я буду выбирать QMAKE, он мне более привычен. Ну, он немножко попроще. Вот. Дальше предлагают выбрать, а под какие же архитектуры я буду собирать проект. Ну, 486 это архитектура, которая будет использоваться для мертвого бокса и для запуска проекта в эмуляторе. Можно выбрать все. То есть нормовая архитектура используется для запуска на мобильных устройств. Вот. Дальше предлагают добавить проект под систему контроля версии. Вот. Ну, у меня гид есть, но я сейчас его добавлять не буду, поэтому давайте завершим. Это всегда можно настроить потом. И вот создан проект. Предлагает запустить как раз Build Engine для того, чтобы выполнить сканирование проекта, посмотреть, что у него есть, что для него можно использовать. Давайте расскажу о том, как устроена директория проекта. Вот. То есть вот наше приложение. FilePro. Это основной файл, который стоит системой сборки QMake для того, чтобы понять, что же в проекте есть. То есть он описывает структуру проекта. Здесь и идентификатор проекта, таргет. То есть это, по сути, отвечает и за название исполняемого файла, и за название пакета. SelfieShop используется для того, чтобы подключить некоторые стандартные для Авроры настройки сборки проекта. Sources. Это список исходников, которые в этом проекте есть. То есть вот приложение, которое функционируется. Дисфайлы. Ну, это, по сути, все остальные фазы, которые в этом проекте используются. Здесь перечислены иконки. Размеры иконок стандартные, которые используются. Ну, четыре размера иконок для того, чтобы поддерживать разные разрешения экрана. И дальше настройки переводов. Это, ну, такая хорошая практика, когда вы в своем коде приложения пишите его целиком на английском языке только. А для того, чтобы все это выглядело красиво, понятно на других языках, подключаете дополнительный файл переводов. Qt предоставляет механизм стандартный для перевода интерфейса вашего приложения. Ну, и, соответственно, это все делается с помощью файлов переводов, которые вот здесь можно указать. Ну, MyApp – это файл с исходным кодом, с точки входа в приложение. Здесь есть несколько способов инициировать приложение. Самый простой – вот такой. Но если вам понадобится больше управления, здесь можно подкрутить много разных вещей. То есть можно сделать предварительную настройку. Можно получить идентификатор, идентификатор Handler для того, чтобы работать с объектом, отвечающим за обработку всех QML файлов. Можно указывать, какой QML файл будет основным. Ну, в общем, можно здесь настроить. По умолчанию вот такая вот штучка генерируется. Она просто находит QML файл в директории QML, который называется так же, как ваше приложение, и делает его основным. Соответственно, в директории QML по умолчанию содержится как раз основной файлик. Он, как правило, в качестве корневого объекта содержит application window. Это значит, что у нас будет в своем приложении. Странички. Навигация, как правило, делается из нескольких страниц. Между страничками можно делать переходы. Предлагается вариант работы со стеком. То есть когда каждая следующая страничка полагается в бутылку. Но здесь есть несколько таких шагов-сторону по отношению к стандартному стеку. Можно достать странички и так сверху. Можно убирать начало стека, можно заменять. Но суть все равно. У вас каждая страничка все равно будет накладываться на предыдущие. Видна только самая верхняя страничка. Вот. Cover. Cover – это такая отдельная страница приложения, которая будет видна на общем экране. который показывает все запущенные приложения. Но можно сказать, что это что-то вроде виджета. Cover может предоставлять информацию о приложении. Содержать какую-то информацию об актуальном статусе. Также на Cover можно добавлять элементы управления, которые позволяют приложению что-то изменить. То есть у вас на экране может быть сразу отображается Cover для всех запущенных приложений. И можно с приложениями штабитируть. Например, запускатель остановит проекты. Нажать кнопочку и перейти там к странице. Пункции, которые вам понадобятся, можно добавлять. Ну и другие файлы. Соответственно, файлы иконок. Это PNG нужных разрешений. Файлы для сборки RPM. Для сборки RPM очень важный файл – это SPEC файл, который указывает и эту информацию необходимую для сборки RPM. Соответственно, есть информация о приложении, название, сводка, версия и файлы, которые в этот пакет будут включаться. YAML файл – это такой упрощенный подход к генерации SPEC файла. То есть можно написать YAML файл, из которого автоматически SPEC файл будет генерироваться. Но, по сути, он содержит ту же самую информацию. Но также здесь есть способы для генерации ChangeLock. Translation – это как раз директория с переводами. И Desktop файл – это файл, который используется для иконки приложения для того, чтобы ее запустить. Обратите, я чуть-чуть упрощен. Вот, соответственно, Type приложения. Cilica 5 – это значит, что у нас с вами приложение для Cilica. Это важно для того, чтобы ускорять запуск приложения. Там предварительно пишутся некоторые вещи. Вот эту вот вещь лучше не менять. Это Icon – та иконка, которая используется для приложения. Exec – это способ запуска приложения. То есть, по сути, здесь может быть целая команда. Но давайте договоримся, что по умолчанию это будет просто приложение. Name – это то, как отображается приложение для пользователя. Соответственно, можно сюда написать MyApp. А можно сюда написать локализацию приложения на разные языки. Вот, например, в случае, когда интерфейс будет русский, там вместо MyApp будет отображаться приложение. Основную структуру мы с вами разобрали. Ну, что еще важно обратить внимание, что там сейчас не было в проекте – это файлик такого же, как с расширением Pro, но в котором приписан юзер. Это файлик, который генерируется из DK, хранит текущие настройки проекта. То есть, что вы там понастраивали, до каких таргетов сборку настроили, что еще подключили. Вот это все записывается в файлик юзер. Его не надо передавать. Это только ваш файлик. Соответственно, если вы используете, например, git, то его сразу нужно добавлять в gitignore, чтобы он в репозиторию не занимался. Что нужно сделать для того, чтобы собрать проект? Ну, очень просто. Во-первых, выбрать, подо что вы его собираете. Потом выбрать, как вы его собираете. Это выпуск от папки или профилирование. Соответственно, в процессе разработки, когда вы используете C-класс. Когда вы закончили разработку, вы выбираете его. Ну, и запустить сборку. Ну, помимо сборки, можно сделать сразу сборку и запуск. То есть, в точности также выбираете, на чем запускать. Выбираете, как устанавливать. Устанавливать можно по-разному. Это либо просто собрать рпм пакет, либо скопировать. Либо собрать рпм пакет, установить его на устройство и запустить. Либо скопировать на устройство только бинарные файлы и запустить. Ну, рекомендуемый способ деплоить все-таки сборка рпм пакета. В этом случае подтянутся все зависимости, которые нужны для рпм. Ну, и это более правильный способ деплоивания устройства. На самом деле, зато помедленнее, потому что еще, например, там сборка рпм пакета. Вот. Ну, и дальше можно запустить либо просто как приложение, либо в режиме оплаты. Вот. Ну, на самом деле, процесс сборки приложения, он не всегда быстрый, поэтому есть способы упростить работу с приложением. А именно, если вы работаете с QML файликами. Есть такая штука, называется QML Live. Это механизм, который позволяет в живом режиме обновлять QML файлы приложения. Что это значит? Это значит, что вы запустили ваше приложение, оно уже работает в эмуляторе или на устройстве. Вы что-то хотите поменять в QML файлике. Отлично, вы это что-то меняете, сохраните QML файлик и обновленная его версия отправляется на устройство. Без необходимости собирать все остальное. У вас там автоматически перезапускается приложение уже с обновленной версией QML файлик. Это очень удобно и очень эффективно с обновленной версией QML файлик. Классная штука, которая в нашей ОС есть, а для Android и для ОС нет. Также можно работать в командной строке, то есть можно получить доступ в Builder Engine к среде сборки. Например, PSSH к ней подключиться таким образом. Туда монтируются директории из хостовой системы. Это домашняя директория. Директория, которую указали при размещении проекта. Есть команды, которые позволяют. Ну, на самом деле там Linux-овое окружение, там может творить прям все, что вы привыкли творить в Linux. Ну, вот для сборки и установки проекта есть команда из утилиты Scratchbox. Это утилита, которая позволяет делать кроспроформенные сборки, то есть сборку другие архитектуры. Ну, вот для того, чтобы собрать, точнее, для того чтобы поставить пакет, используется команда SB2. Она позволяет поставить пакет для определенного таргета. То есть там для армии и 5x86. Чтобы собрать, используется как право, он у нас идет поверх SB2. Это команда MB2. Она, команда сборки забирает из SPEC файла и автоматически все дела позволяет собрать. Уже упрощенный вариант из Mac. Ну, давайте буквально покажу вам, как это выглядит сборка пакет из SB2. Так, давайте переключусь, во-первых, на работу с эмулятором. Это мне даст возможность запустить эмулятор. Сейчас чат не куда-нибудь. Знаете, чат я пока скоро, потом открою. Эмулятор запускается. Вот, по сути, запустилась Aurora. Просто эмулятор. Ну, что я хочу сделать. Вот, я что здесь могу выбрать. Могу выбрать, подо что собирать, в каком режиме выпуск-покладка. Ну, и как деплоить. То есть, либо просто собрать LPM пакет, который у меня будет храниться собранный, и я его потом могу куда деплоить. Либо собрать и отправить на устройство эмулятор, либо просто перебинарить. Ну, по умолчанию. Такой вариант. Давайте я вот еще что делаю. Я включу клетку Amalive. Соответственно, зайду в настройки запуска. И поставлю вот тут галочку. Включить получение нового времени клетку Amalive. Оно мне позволит в живом режиме обновлять приложение. Ну, здесь открывается такое окошко, которое отслеживает текущие подключенные устройства эмуляторы. Что на чем запущен, давайте его тоже скрою, потому что они вам сейчас пользу не принесет. Запущу. Ну, здесь можно увидеть, что ничего, сборка. Так. Так. Перебор, пожалуйста. Вот происходит тепло. Сейчас тут должно вынести. Ага. Ага. Хочу остановить. Вот здесь в консольку появляется вывод приложения. Вот. Приложение состоит из нескольких страниц. Можно переходить на страничку. Можно возвращаться обратно. Можно свернуть приложение. Свернуть его можно так свайпом от края. Здесь появляется как раз экран с обложкой. Вы можете видеть, что тут на обложке есть действие кнопки, которые можно так делать. Можно нажать на обложку и вернуть приложение. Вот. Можно изменять верхняя шторка. Достанется свайпом отверху. Можно изменять внешний вид. Вот. Видите, изменяются все цвета. То есть, как изменяются цвета операционки в самой, так и цвета приложения. С помощью компонентов Silica приложение подстрелилось то, как это выглядит. Вот. Ну, давайте здесь же покажу, как работает Keepcom Online. То есть, вот здесь вот есть текст, написано Hello Savers. Сохраняю. И вот эти он в живом режиме прямо здесь обновляется. То есть, можно здесь обновлять. Ну, конечно, не только текст, а в целом всю страничку. Ну, и дальше у нас тут есть время, когда посмотрим, как работает. Помог. Так. Давайте что попробуем сделать. Ну, давайте немножко просто посмотрим, то, как здесь все устроено. То есть, во всяком случае, вернусь на страничку. Вот это с application window. Это точка входа. То есть, у нас есть application window. Это окно приложения. Все остальное вложено в окно. Вот. Что у него по умолчанию есть? Во-первых, initial page это та страничка, которая запускается при запуске приложения. Во-первых, cover. Это обложка, которая используется для взаимодействия с приложением. Ну, и orientations это какие ориентации устройства, какие наклонные устройства поддерживают приложение. Соответственно, landscape, portrait и landscape portrait. По умолчанию для телефонов поддерживают портретный режим и два ландшафтных. Но не перевернутый портретный, потому что там динамик с микрофоном, они в местном помене, но это очень неудобно. А для площадок по умолчанию поддерживают вообще все ориентации. Вот. Давайте посмотрим, что вообще здесь, как устроено, вот так называемый QML документ. Что здесь есть? Вверху есть импорт. Это что подключается? Подключается QQ, библиотечка. Это стандартные поставлены Q там элементы. Дальше подключается библиотека Cilica. Например, application window предоставляется библиотека Cilica. А компоненты предоставляются в QQ. Также подключается директория Pages. Это значит, что у нас здесь становятся доступными все файлы, которые содержатся в директории Pages. Например, вот здесь у нас есть FirstPage.com. Это уже созданный файл, по сути, который пустомный. Вот. И можно его использовать просто как элемент FirstPage. Вот. Ну, вместо него можно было бы написать прям явный путь, как здесь написано для обложки. Тут можно было бы написать Pages or Stage. Ну, давайте ставим так. Давайте посмотрим, что у нас здесь на FirstPage есть. Во-первых, айдишник прописан. Айдишник – это способ обращения к объектам, которые есть на предприложении. Ну, также для каждой страницы можно указать ориентация, которую она поддерживает. Тем не менее, все интакции, которые она будет использовать, будут ограничены также на ориентациях приложениях. То есть, если приложение что-то не поддерживает, то странички так поворачиваться не могут. Вот. Фликабл – это значит, что контент внутри этого элемента может быть перетаскиваемым. Мы это сделаем, например, для корректного взаимодействия с таким вытягиваемым меню. Или для появления клавиатуры. Вот. Собственно, pulldown menu – это как раз вот эта вот мемушка, которая предоставляет различные элементы. Нужно видеть, что она содержит один элемент, при активации которого происходит добавление в стек страниц, в стек страницах, в стек страницах, в стек страницах. Second page содержит список. То есть, используется list view, список. Ну, это целая одна такая большущая тема о том, как устроены различного рода представления моделей в юте. Ну, концепция такая. Есть представления, которые умеют показывать модельки. Представления бывают разные, списки, там, всякие таблички и прочее. Вот. Можно указать модель. Это то, какие данные она будет поддерживать модели. Тоже бывают различные, сложные. Здесь просто модель – это число, это значит, что здесь будет 20 миллионов. Снова подлетается. Вот. Есть делегат. Делегат – это то, как выглядит каждая отдельная элемент. То есть, здесь написано, что нам нужно просто взять item и прописать к нему делегат. Можно написать сюда плюс один, например. У вас приходит следующее. Ну, вот страничка, которая загрузилась, продолжает сбросилась. Видите, у нас к этой строке добавилось еще число 1. Вот. Ну, давайте вернемся на предыдущую страничку. Я, пожалуй, что сделал. Я возьму и с этой страницы все хорошо. Почти совсем все. Вот. У меня будет пустая страничка. Я хочу вам просто показать, как некоторые вещи работают в Куамеле. Ну, например, давайте возьмем прямоугольник. Вот у нас есть ректанг. Стандартная линия, которую можно как-то расположить. По умолчанию это прозрачный прямоугольник. Вот. Что ему можно задать? Он может задать цвет. Как это делать? Пишем color white. Но его все еще не видно. Почему? Потому что ему не задано диаметром. Не понятно, где он находится. Давайте ему, например, допишем ширину. Вот. Появился у нас прямоугольничек. Ну, координат по умолчанию 0,0. Допишем их. 20, 30. Вот такой прямоугольничек, который мы расположили относительно родительского объекта. То есть у вас вложенную страницу. Вот сеть. Он делает относительно своей страницы. Мы можем внутри этого прямоугольничка вложить еще один прямоугольничек. Вот. Видите, он относительно него уже сдвинуться. Что интересно? Интересно то, что он вылез за его пределы, все равно еще нарисовался. Можно вот эту отрисовку убрать. Написать в плит true. И тогда его подрезать. Так делать обычно не рекомендуется. Потому что это дополнительное использование маски при отрисовке. Это немножко замедляет отрисовку. Поэтому, если это так, то лучше не используется. Ну, хорошо. Вот есть два прямоугольничка. Что еще можно сделать? Ну, на самом деле, очень не часто используют такие абсолютные координаты и размеры для расположения. Иногда используют более интересные вещи. Ну, например. Как у нас известны его размеры, а расположить мы его хотим в центре страницы. Тогда можно написать. Анкар. Это якоря. Они используются для привязки одних элементов к другим. Мы можем написать. Расположи, пожалуйста, в центре родителя. И вот у нас попал прямоугольничек в центре родителя. Что еще можно сделать? Можно привязать один прямоугольничек к другому. В точности также через якоря. То есть, пускай размеры такие же. Только я ему скажу. Вот здесь у нас сразу несколько якорей объявлю. Какие, например? Я скажу. А давайте у нас у красного прямоугольничка вниз. Вот там. Так. Мне только нужно так сослаться на белый прямоугольничек. Вот. Пускай у меня это будет белый прямоугольничек. Не даст. Ночек поломался. Потому что здесь. Вот там. И так. Видите? Низ красного сместился к верху белого. Ну, давайте еще не знаете. Правую сторону красного. Вот теперь у правого. У красного прямоугольничка угол привязался к углу белого прямоугольничка. Окей. Но, на что я хочу обратить внимание. Очень важный момент. То, что вот эти вот все две точки это не присваивание. Это привязки. А что это значит? Это значит, что если у нас изменяется какое-то свойство в правом части выражения, автоматически изменится свойство в белом части выражения. Это мега-классный механизм, который удобно использовать для того, чтобы свойства были связаны всегда вот определенным образом. Причем здесь можно не просто свойство писать. Здесь можно писать разного рода выражения. Как не сработает в том, что это не число. Ну, там. С числами что-то не поднимают. Ну, может быть, примерно писать вот так вот. Ширина. Это будет ширина 2, 3, 3. Здесь можно писать разного рода джанских конструкций. Ну, теперь давайте посмотрим, как происходит, лучше говоря, изменились. Давайте я что сделаю, что сделаю. Я, наверное, все-таки у первого прямоугольничка размеры задания через лекаря, потому что я сейчас хочу не размер, а положение. Потому что я сейчас хочу менять и задам его в доме. Видишь все-таки икс. Ну, там тут все, например. Ну, вот так. Ну, вот так. Куда-то он поместился. Смотрите. А как можно обрабатывать какие-то события? Например, реагировать на вклад пользователей. Давайте я помещу сюда такую стучку и давайте Малсерию. Малсерия – это штука, которая позволяет оплавливать события нажатия мыши, если мы говорим о десктопе, например. А в случае сенсорного экрана она позволяет оплавливать клик. Я напишу, пожалуйста, размести Малсерия на Слопар. То есть Малсерия займет всю страницу. Вот. И он клик, в Малсерии есть события клик, обработчик событий называется он клик. И сюда можно писать полкцию на языке жанской. Точнее говоря, если честно, на языке ЕКМОСКЛИКС и своя реализация ЕКМОСКЛИКС. Вот. Ну, это. Джавасклит – это неизвестность. Джавасклит – это неизвестность. Поэтому давайте для простоты будем писать все Джавасклит. Вот. Что будем делать при нажатии? Ну, во-первых, мы можем писать что-то в консоль. Консоль. И тогда смотрите, что будет последнее. Вот наша консолька. Я нажимаю сюда в локс и цикле. Классно. Ну, давай теперь приклик будем что-нибудь делать. Вот. Например. Правая часть так автоматически пересчитывается положение красного длинного боника. Это очень мощный механизм, который позволяет упрощать написание различных элементов интерфейса в том числе. Ну, кроме того, он позволяет с разными другими свойствами, не только за свойствами, которые они так не завязаны. Так. Ну, теперь давайте попробуем что-нибудь поинтереснее сделать, что ли? Ну, то есть, как научились реагировать на детские пользователи? Почему нет? Давайте попробуем сделать что-нибудь поинтереснее. Что нам еще дает стандартные компоненты? Ну, например, Silica WebU. Почему нет? Вот. Это такая простая WebU, которая используется для демонстрации HTML-контента, но тем не менее на ее примере можно показать всякие интересные взаимодействия. Окей, я назову тоже сразу эту WebU. Заполним всю страницу. Вот. Ну, и зададим ей URL какой-нибудь. Ну, давайте это будет коммунитием по рашеру. Откроется страничка портала для разработчиков. Вот. Она открылась. Да, здесь правда есть контент. Можно даже на ссылочки кликать. Даже они будут открываться. Вот. Что из интересного? Можно следить за изменениями ссылки. Ссылка – это свойство Silica WebU. Если свойство может меняться, есть событие изменения этого свойства. DuralChanged. Ну, точнее говоря, сигнал об изменении свойства Dural. Называется DuralChanged. Обработчики любят, как он DuralChanged. Давайте просто тогда в консольку напишу, какая наша Dural стала. Ну, вот видите, сейчас она такая. Если я здесь куда-то кликаю, она становится другой. Класс. Мы следим за емомом. Здорово. Как бы нам теперь научиться изменять его? Ну, давайте добавим еще поле ввода. Чуть бы нет. А поле ввода. Вот тексты. Вот. Теперь неплохо бы, чтобы это поле ввода одновременно с выбьюшкой жили на одной страничке, но… Ну, давайте что сделаем? Давайте страничку расположим на… Вот эту вот выбьюшку на всю страничку расположил, но сделаем снизу подступ. Bottom Margin будет у нас совпадать с высокой DuralChanged. Вот. А DuralChanged, он привяжется к низу странички. Ну, вот появилось какое-то поле. Ну, оно пустое. Давайте мы в текст его поместим в ссылку. Надо смотреть, правда, сюда помещается ссылка. Более того, как скоро мы это сделали с помощью привязывания, это текст меняется. То есть, вот мы можем переходить с одной ссылки на другую, и этот текст будет меняться. Ну, а как бы теперь нам сделать в обратную сторону? То есть, если мы этот текст тут изменим, как бы нам… Как бы нам изменить, что на него и вон там тоже. А для этого… Вот что сделано. Ну, хочу обратить внимание, что когда мы попадаем в текст фон, здесь появляется клавиатурка. У клавиатурки есть вот эта клавиша Enter, поедине которой можно переопределять. Делаться с помощью такой конструкции Enter key. Он клик. И давайте мы сделаем следующий, но в объем. Ural. Будем просто подсовывать текст, который у нас здесь видим. Соответственно, если я сюда теперь где-то шучу, например, напишу… Да, так не очень давно не получилось. У эпоха башевины текст года выставить. А давайте это сделаем. Ну, давайте это сделаем с помощью анкеров, да. То есть, потому что скоро мы начерпим это предположение. Анкера не задавать. Давайте мы и размерами стоим. Ну, пары. F, white, white, white. Теперь лево и право будут соответствовать с кронечкой приложения. Вот, документация. Нажимаем на Enter. И вот у нас произошло обновление адреса. Соответственно, перезагрузилась страничка. Так. Ну, тут скмелька немножко поработали. У вас там какие-то вопросы на зрели, нет? Ну, давайте еще одну стучку сделаем. Ну, такую задачу, которая прямо очень часто возникает. А собственно, как нам какую-то логику, которая была реализована на стороне C++ по работе в QML. То есть, QML это хорошо, которая отвечает за взаимодействие, за реализацию интерфейс пользователя, но как нам теперь из интерфейс пользователя вызывать что-то, что было на плюсах реализовано. На самом деле, это делается очень несложно. Давайте просто покажу, давайте добавим класс. Добавить новый, класс, C++, да. Вот. Давайте добавим класс, который будет, ну, очень простой делать, например, предоставлять ссылку, да, вязание Google Provider. Вот. Он будет наследить садку объекта. Это нужно для того, чтобы я его мог пробросить в комы. Вот. Вот. Нам создали новый класс, соответственно, создали его в заголовочных и в сепите части. А что нам в этом классе понадобится? Нам понадобятся свойства, которые будут какую-то... Описать какую-то ссылку. Ну, давайте назовем ссылку. Например. Вот. Что указывается при создании свойств? Во-первых, указываться тип. У нас будет тип Yurot. Имя. Ну, и на брехом. То есть Yurot коллайдер будет давать ссылку. Лид – это название метода, который используется, для получения значения свойств. А write – это название метода. Ну, то есть write – это getter, write – это setter. Метод, который используется для задания. Смысльство мы задавать не будем. Извиняться оно тоже не будет. Хотя там можно было указать сигнал, который используется для того, чтобы обращать, что смысл изменилось. У нас свойство будет constant. как оно будет установлено? Ну, нам нужно писать метод… … … … метод которого возвращать его как как вот здесь вот написали вот здесь описать это вот константный метод и самодеку я давайте напишем реализация части я напишу пустынки тералов но и так компиляции создаст объект строки и на этапе вполне пустырник эти компиляции то несколько простых ускорит каш приложение хотя на и так понимаю ведь и не менее хорош практика давайте я вот эту он строчку туда вставлю вот домашняя ссылка так хорошо класс написали да то есть вот у нас есть класс него есть он нас нет объекта позволяет ему пробраться в том числе позволяет объявлять ему свойство у вас есть свойство холл его можно читать помощью метода отлично передавайте мы этот класс зарегистрируем потому что папе его используют комы так вот я вообще приостановлю выполнил наши упражнения просто здесь по-любому потребуется пересобирать у нас какие начать у меня так идем где наш приложение жили здесь нам потребуется могут ли ты к любом случае помощи не подключаться только для дэк режима здесь ему понадобится потому что мы будем использовать из него сейчас этот один называться комэр регистратор это шаблоны что он принимает ну давайте подключу наш класс он в качестве шаблона принимает тот класс который мы будем регистрировать что ему нужно указать смотрите мы сейчас зарегистрируем класс чтобы он был доступен как компонент комэр но нужно указать модуль в котором как раз будет зарегистрирован этот модуль называться мой наш что-то указать версии модуль а дальше имя под которым будет доступен соответствующий компонент но как понятная практика давайте на компонент назовем класс теперь у нас должен будет появиться дюйма права и корма для но нужно сначала подключить соответствующий моды здесь и парк мая 1 0 а после этого у нас должен стать доступен дюйма правами а да если на тему магичным дадим и теперь мы можем использовать его методом ну точнее говоря у нас там явлено свойство можем использовать его способом давайте мы просто отсюда вот это шли герой полага и проверим что что из этого выйдет вот здесь понадобилась пересборка потому что я изменял на тело часть написали на плюсах его конечно это себе там пупко молодые творчество ну то есть то вот можем видеть что у нас здесь ссылка подставилась ссылка была взят как раз отсюда вот есть целый большой набор информации о том как писать разного рода объекты интересные методы но очень много информации который за сегодня качество не разбили в принципе наверно сделка можно сейчас закончить что у нас там по слайдам осталось буквально посмотреть на то куда заглянуть в интернете спецнапортал сообщества разработчиков документация по разработке по на гитлабе есть примеры которые можно использовать примерами оставляем по лицензии воздать и кожи то есть вы их можете практически свободно использовать в ваших приложениях тоже не просто упоминание дать о приложении листов вот десятка будет документацию клуб большая и обширная отдельно про клуба на что можно подписаться куда можно вступить группу вконтакте чат в телеграме есть у нас курсы на степике есть у нас каналчик на ютубе куда мы укладываем разного года записи метапов ну и на хабре тоже можно почитать статью в принципе на этом все дальше в оставшееся время готов само на формате отвечать на эти вопросы которые есть